Верность Отца Небесной остается, Он верен. Мы когда ехали с братьями в машине на передачу, говорили о верности Божьей, о верности Божьей. Поэтому верьте в то, что сын был мертвый, жил, пропадал, нашелся. Возвратится, возвратится сын, но нам, отцам, надо вести себя, не раздражать, не сжать мосты, не говорить грубые слова вслед детям нашим, ожидать, ожидать. И при возвращении обнять и сказать, я по-прежнему люблю тебя, независимо, что было с тобой. Я тебя люблю такого, как ты есть, ты мой сын, ты кровь моя, я люблю тебя. Поэтому пусть Господь благословит нас. Всегда иметь в нашей памяти портрет Небесного Отца. Итак, братья, портрет Небесного Отца, мы не раздражайте детей ваших. Как можно раздражать детей, брат Олег? Очень просто. Порой, если мы не умеем общаться в семье, мы будем раздражать не только детей, но и друг друга. Нужно научиться общаться в семье. Бывает, что в семьях иногда разговаривают только по необходимости. Дай ложку. Где мой чай? Хлеба купи. Убери ботинки. Семья – это место общения. Чтобы действительно это было так, нужно выделять время для разговора друг с другом, просто потому, что мы любим друг друга. Мы жертвуем для этого время друг другу, детям, родителям, дедушке с бабушкой. Всем членам семьи нужно уметь разговаривать. Задумиваемся над тем, создают ли атмосферу любви наши разговоры. О чем мы говорим в семье? Можно ли это назвать любовью? И вы знаете, порой мы не замечаем, не видим себя. Учиться надо общению, да? Обязательно. Обязательно. И порой дети будут в фотокопии нас самих. Если мы вот так вот разговариваем, и себя прощаем за такие разговоры, что мы устали, что у нас нету времени. Дай ложку. Ты почему это не убрал? Почему после себя посуду не помыл? И так далее. Поверьте, вырастут дети, пройдя вот такую школу, они вырастут точно такими. И они будут так же с детьми обращаться. Брат Олег, а вот как вы после детей своих посуду помоете или наставление читаете им, что надо помыть, надо... Или взяли, вот как Христос взял умывальницу, подпоясался и помыл ученикам ноги. Некому было. Вы знаете, брат, нужен баланс. Если мы говорим о Боге, о характере Бога, о Его совершенстве, то присутствует баланс. Баланс между милостью, между любовью, между справедливостью, между святостью, между мудростью и остальными качествами Бога. Баланс. Бог нас учит. Понимаете? И прежде всего учиться мы должны у Бога. Если мы желаем детей воспитать ни к чему не приученными, то нам нужно за них всё делать. И мыть посуду. И мыть посуду. И да. И когда они приходят и бросают свою обувь, где попало, убирать её. Молчком. Но если мы желаем их чему-то научить, то нужно учить. И воспитывать. И убирать после себя обувь. И вовремя заканчивать домашнее задание. И вовремя приходить домой. И убирать после себя кровать. И заправлять её. И убирать посуду. И мыть. И всё остальное делать. Поэтому получим то, что воспитаем. Что мы посеем, то и вырастет. Я знаю, вы знаете, один опыт. Это в нашем, так сказать, родстве есть. Тоже девочка была. Ни к чему. Всё вот так. Всё вот так. Всё вот так. Но вы знаете, когда подросла, вышла замуж, всё у неё идеально. Лучше быть не может. Всё у неё в преместе. Всё. Она такая хозяйка. Она всё. Она такие вещи изготавливает. Да. Поэтому вот, пожалуйста. А все думали и сейчас, говорят. Мы думали, что ну ни к чему. Ну, что будет. За неё всё мама делала. Всё мама. Просто. Сейчас опыт видим. Это вообще удивительно. Ну, знаете, если мы вовремя не приучаем детей к участию в домашнем труду, то кто-то должен это делать. И тогда просто родители несут перегрузку. Понимаете? Перегружены. Ну, хорошо. Вместо того, чтобы распределить это. Вот проучаем. Раз проучаем, два проучаем, три проучаем, четыре проучаем, а потом переходит на раздражение. А не делается. Ну, почему? Взяли и сделали график. Мы так делали. Иногда мы так делаем. Когда чувствуешь, что оно не идёт так, как хотелось бы. Так, график, давайте график. И по графику будем так. Я себе выбрал тяжёлые два дня. Это суббота и воскресенье. Говорю, у нас гости приходят в воскресенье и больше посуды. Хорошо, нет проблем. Я буду в воскресенье и в субботу мыть. И всё. И остальные другие были, да не брали для себя. Поэтому иногда это не раздражает. Это, наоборот, даёт какое-то правило. Даёт, о, сегодня понедельник. А уже Антон говорит, так, Оксана, помой за меня, потому что я не могу. Вот. А уже какое-то вот распределение. И не я уже переживаю. Он ответственный за этот день. Видите, вот и всё. Да, есть выход, то есть. Да, есть выход. А также вот имеет значение, мы задаём, кажется, тон в семье, температуру, температуру, да, вот как вот, климат. Своими словами, вот, отношениями, многими другими. Как мы говорим? Чувствуем ли мы в тоне своего голоса любовь? Иногда человек защищает себя. Да, я ничего такого не сказал, да и вообще это литературное слово. Но некоторыми литературными словами и тоном голоса можно убить человека. А можно сказать так, что собеседник сразу поймёт, что его любят. И поэтому так говорят. Вот. А крики тоже. Если мы хотим, чтобы в нашей семье была атмосфера любви, чтобы Бог был между нами, нельзя давать место дьяволу, то есть кричать. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик со всякой злобою, да, будут удалены от вас. И не давайте место дьяволу. Он не любит. Он пришёл, чтобы красть, убить и погубить. Он пришёл разрушить все семейные основы. Если крик имеет место в нашей семье, и мы ходим в свете Слова Божия, то самое малое, что нам нужно сделать, это покаяться перед Богом. И чем быстрее, тем лучше. Потому что написано, не оскорбляйте Духа Божия. Поэтому, если в семье мы кричим, в ней не будет благословения. И вот в отношении. И мне не хотелось бы унести с собой одну статью. Вот, знаете, порой уроки мы, полученные из жизни некоторых людей, забываем через несколько лет. И вот мне хотелось бы сегодня, как бы в назидание, прочесть одну статью. Весьма поучительная, и, может быть, кому-то из наших слушателей поможет. И, вы знаете, я прочёл её спустя три года, и она была для меня как новая. Позвольте мне поделиться с вами. Один брат пишет. «Однажды в юности мне пришлось жить в многодетной семье. Наблюдая за членами семьи, я заметил, нечто необычное в отношении отца к его девяти сыновьям и дочерям. Конечно, как и все, он заботился о них, учил, иногда наказывал, но относился к ним всегда с уважением. Позже он рассказал мне, что старается строить с каждым из своих детей взаимоотношения, как с равными личностями. Он сказал, «Бог так распорядился, чтобы я был отцом для них, а ведь могло быть и иначе». Тогда меня удивил такой подход мысли. И, надо сказать, мне это очень понравилось. Очень часто можно услышать наставление по поводу того, что дети должны быть послушны родителям. Однако Писание учит нас. «Отцы, не раздражайте детей ваших». Как часто вы слышали проповедь на эту тему, я уже и не помню. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда родители в заботе о своих детях не считаются с ними. Они командует ими, кричат, унижают, во гневе поднимают на них руку, а когда те пытаются высказать свое мнение, с презрением говорят, «Ты еще не дорос, чтобы учить меня жизни». Складывается такое впечатление, что для некоторых родителей дети – это, прежде всего, средство для самоутверждения. Пока дети маленькие, такое отношение вызывает у них уныние, робость, чувство неполноценности. Когда же это происходит с детьми старшего возраста, то это вызывает раздражение, внутренний бунт и отторжение от родителей как авторитета в своей жизни. Я благодарен Богу, что большинство мужчин, которые играли важную роль в моей жизни, видели в меня как раз не просто ребенка, а личность. Они говорили со мной на разные темы, давали возможность высказать свое мнение и даже поспорить с ними. Помню, когда я был подростком, отец рассказывал мне о своих планах и трудностях, которые он испытывал на работе. Мы обсуждали и финансовые вопросы, возникшие конфликты между людьми. И такое отношение побудило меня становиться взрослее и ответственнее. Конечно, не стоит посвящать детей во все свои дела и возлагать на них непосильную ношу, но я уверен, что мудрое и уважительное отношение к тем, кто вскоре должен будет занять наше место в жизни, только упрочит родительский авторитет и позволит воспитать детей в учении и наставлении Господня. Интересная статья. Не часто в своей жизни, я признаюсь, что слышал именно о таком отношении с детьми, чтобы относиться к детям с уважением как к личностям. И вы знаете, довольно чаще в своей жизни именно приходилось видеть именно такое господствующее командирское отношение к детям. И чем больше семья, тем яснее это было видно, к сожалению. Вот из моей практической жизни. И в силу занятости родителей мы понимаем, что обстоятельства жизни совершенно разные были в то время и сейчас. И вот многие действительно родители действительно уставали. И отец вынужден был целый день на работе, а после этого еще участвовал в семье. И мама, если семья большая, считай, от пяти детей и выше, то, поверьте, для нее каждая минута дорого и нужно что-то успеть. И, естественно, это создает напряжение. Напряжение, прежде всего, в ней самой, которое, как говорится, создает соответствующий климат и в семье. И дети это чувствуют и понимают. И, возможно, вот об этом, и об этом стихе и говорит, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Порой мы сами создаем вот это напряжение, раздражительность в семье. И того не замечаем. И порой только годы спустя, когда начинаем пожинать это в своих детях, мы и начинаем узнавать себя, наступает прозрение. Я вам скажу, что, слава Богу, я рос в семье, семеро у нас было. И, вы знаете, я пытаюсь все время вспомнить хоть раз, чтобы отец кричал и говорил слова какие-то, не помню, не помню. Это был благородный человек, он считался с мнением. Когда он ушел в вечность, мы так собрались, начали вспоминать все семеро, вспоминать о Нем. И, оказывается, каждому из нас, он говорил, что ты особенный. Я думал, только мне он говорил это. А когда начали говорить, он каждому, оказывается, говорил. Каждому из детей своих говорил, ты у нас особенный. И, знаете, вот именно, вот вы статью прочитали, Олег, вот именно я увидел его. Он никогда не давал правосходство свое, господство свое. В семье, с детьми он уважал, он считался. Он когда, бывало, говорил мне по телефону, сынок, если сможешь заедь, а ехать надо где-то, если машина минут 25 к ним, вот, если можешь заедь. Он не говорил, что ты должен заехать там. Знаете, отец, он говорит, сынок, будет время заедь. Вот, понимаете, вот сейчас вы прочитали, я вспоминаю вот это. И хотел бы, конечно, чтобы вот эти качества, да, и мне были присущи, чтобы и обо мне могли так сказать, что. Это очень важно, вот этот климат. Что характерно, образец отца, образец отца, он, оказывается, влияет на будущее наших детей. Кем они будут, как они будут видеть жизнь. Если они будут видеть вот крики, вот это унижение, я думаю, что им сложно будет стабилизироваться в этом сложном мире. Игорь Антонович, у вас опыт есть в этом? У нас Библия есть. Вот, поэтому в Библии есть. Но и опыт семейный есть у нас? Есть, да. И я думаю, что в Библии, когда мы говорим о качествах отца, или качествах Бога в первую очередь, мы точно знаем, что, мы, мы точно знаем, что, кем является Господь. Потому что в Писании об этом говорится. Во-первых, Он святой. Во-вторых, говорится о том, что Он не только святой, вот, и мы призваны подражать Ему, как Богу святому. Дальше в Писании говорится о том, что, это когда мы читаем послание к Ефесянам. Я только взял послание к Ефесянам. И там говорится о том, что Он справедливый. И нам, мы призваны тоже подражать Ему в справедливости. В данном случае, как было сказано, вот, вами, когда Отец говорил каждому, что ты особенный, и ты особенный, и ты особенный, то Он справедливо относился. То есть, Он справедливо любил. Вот эта любовь проявлялась справедливо. Может быть, кто-то Его больше огорчал, но все равно Ему оказывал вот эту любовь. Любовь незаслужена. И поэтому, когда мы говорим об отце, то вот в данном случае справедливость – это очень важное качество, потому что вот именно, когда Отец несправедливо поступает, он может залаживать фундамент в детях, и они могут теряться, они могут не знать, где же справедливость, в чем же справедливость. И в данном случае верующий христиан Господь призывает, чтобы мы подражали Богу в справедливости. Кроме того, Писание говорит о том, что Бог благодати и мира. И мы призваны тоже быть, давать благодать. Это незаслуженная благодать, незаслуженная милость проявлять и мира. Вот это благодать и мир – это внутреннее качество Отца, который призван эти качества выражать на свою семью. Есть неверующая песня, и там поется «Важнее всего погода в Доне». И я думаю, что она очень хорошо выражает то качество семьи. Если брать семью, то это действительно очень важно. Иметь атмосферу в семье, добрую, взаимопонимание, взаимосогласие, любви. А это делают родители, и многое зависит от отца. Потому что если отец приходит, дети разбегаются по разным комнатам или куда-то пытаются сбежать, если отец приходит. Или мама приходит, и они пытаются куда-то сбежать. Ясно, какое-то есть напряжение. И им неприятно. А другие, они просто рвутся. Во, мама пришла, папа пришел. И они рады, они довольны. Поэтому, когда мы говорим о вот таком характере, или образ отца, или мы говорим о качествах отца, то ясно, что он благословляющий. Он благословляет своих детей. У него есть доброе отношение к каждому из своих детей. Ясно, что он не только благословляющий, но он прощающий. Он прощает. Он обязательно будет прощать своих детей. Он не будет держать. А ты помнишь? Хм, все. Занимайся своим делом. Вот. Да, он строг, но в то же время он прощающий. Он благат благодатью, как Небесный Отец. Богат милостью, как Небесный Отец. Он по своей великой любви, которую возлюбил нас. И вот где Отцу можно брать эту любовь, если не смотреть на Небесного Отца? Это невозможно. Вы говорили о верности, что Бог верен. И мы призваны, как Отцы, тоже быть верными. Верными нашему Слову. Это не значит, что я сказал, я хозяин своего слова. Я сказал, могу сказать, а могу забрать свое слово. Но если Господь сказал, Он не забирает свое слово. Он оставляет для того, чтобы мы, дети Его, могли надеяться на это слово. И вот в данном случае, когда человек, или когда сын, или дочь, она видит Отца, который верен своим словам, если Отец сказал, и он старается так поступить, да, не всегда у нас получается, но в то же время он старается быть верным, то и в этой атмосфере живут дети. И у них действительно есть хорошая база, хорошая почва. И ясно, что когда он правильно относится к своей жене, и они не выясняют отношения при детях, вот, это тоже еще одна база, как Отца. Это еще одно качество, или характер Отца, или его положительные качества, которые должны отразиться, как подражание Богу. Вот. И ясно, что Иисус Христос, мы знаем, что Он говорит, если я Господь, а Он действительно таким являлся, Он говорит, и я умывал ноги своим ученикам, и я умыл вам ноги, то и вы поступаете так же. И мы призваны тоже подражать Ему в этом. Отцы призваны подражать. И когда Отец вот эти качества видит, то Он сравнивает их с Собой, и Он ясно понимает, что Ему очень далеко до этого образа, и каждому из нас нужно стремиться к этому образу. Это не тяжело, это сложно. Это сложно, для каждого из нас это сложно. Но в то же время Господь побуждает нас, чтобы мы могли вот такими быть, и подражать Богу, как чадо возлюбленных. И когда мы подражаем Богу, то и настраивается наша семья, и она каким-то образом, вот она ведется. Мы ищем водительство с раннего утра, и Бог видит наши недостатки, Он эти недостатки выравнивает, Он открывает себя. Мы видим и подражаем Богу, как чадо возлюбленное. У нас есть телефонный звонок, внимательно слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Братья и сестры, слушай все радио. А вы знаете, братья, мне так захотелось сказать, что вы такую подняли важную тему, очень, очень даже важную тему, о воспитании детей. И я вот слушаю вас просто вообще с восторгом, и действительно везде нужна и любовь в первую очередь, конечно, Божья, ну и строгость, вот, и от отца, от отца тоже очень многое зависит, очень многое зависит, как он себя будет вести, значит, с какой, с каким подходом он будет к детям. Я вот хотела привести пример, значит, другой, ну, допустим, рассердился он ребенка и говорит ему, значит, вот какой ты там незачепа, плохой, глупый, непонимающий, вот, а мне говорят, вот знаете, как в еврейских семьях особенно, говорит, ну что ж ты, это такой умный, такой хороший, говорит, ну ты, и вдруг ты так поступил, вот поступаешь, вот, как-то с подходом, значит, к нему, ну, ты такой у нас умруший, и вот так поступаешь, значит, и у того, ну, как сознание, совести, что, знаешь, к нему так обращаются, значит, таким, ну, это так маленький пример, а вот у меня есть стихотворение, коротенькое, можно рассказать? Пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. О, если б знал, мой сын заблудший, как сильно я тебя люблю, о, возвратись к родному дому, об этом Бога я молю, как истомилось мое сердце, тебя увидеть я хочу, неужто стал ты наверцем, забыв про родину свою, ты ж вспомни, как в отцовском доме, ты рос, любимым всеми был, ты находил уют, и ласку, о, неужели все забыл, отец свой ждет, и на дорогу глядит с надеждой каждый день, а может сын придет под утро, когда растает ночь и тень, мой друг, вернись к отцу в объятия, он сокрушенным сердцем ждет, ведь много у него богатства, без Бога счастья не найдешь, а ты, израненный, извитый и голодный, и чуть живой лежишь в пыли, а у отца избыток жизни, и пир, и радость для души. Это стихотворение я уже давно написала, но оно меня всегда почему-то очень эта тема взволновала, и я, значит, села с помощью Господа Бога написала. Благодарим вас, сестра. Очень, очень хорошее стихотворение. Вы его чаще читаете, читаете в служении. Я в церкви рассказываю. У вас дети есть, сестра? А? Дети есть у вас? Ну, конечно. Сколько у вас есть? Дети и внуки, и правнуки. О, так вы богатый человек. В 83 года уже. У вас большой опыт жизненный, я смотрю. Да. Можно две книги написать. Слава Богу. Мы благодарим вас. Благословения вам, сестра. Всего доброго. С Богом. С Богом благословения вам. И вот в данном случае, когда мы имеем... Спасибо сестре. Это действительно замечательное стихотворение. И когда мы имеем образ вот христианина, отца, вот, то ясно, что в семье, мы понимаем, в общении с детьми должно быть общение, как говорил брат Олег. Это обязательно должно быть общение. Не в общем, со всей семьей, а и в общем, и индивидуально. И с каждым. Если не будет индивидуально с каждым, мы не сможем знать, что на сердце человека, на сердце нашего ребенка. Поэтому должно быть общение, должна быть любовь. Потому что если не будет любви, дети от нас убегут. Вот. И они не просто убегут, выйдут замуж. Потому что некоторые действительно хотят быстрее вырваться с дому. Почему? Потому что невыносима обстановка, невыносимая в семье. И они любыми путями хотят или на учебу вырваться с семьи, или еще. А те дети, у которых комфорт в семье, они хотят оставаться. И очень долго хотят оставаться. До того времени, пока они не сделают предложение или кому-то. Или им не сделают предложение. Итак, общение, любовь и дисциплина должны быть в семье. И поэтому отцы, они никогда не согласятся с тем, что их дети говорят неправду. То есть они будут стремиться, чтобы дети говорили правду. Они будут все силы прилагать. Потому что и сами когда-то они сделали решение, что они будут говорить правду. Кроме того, отцы тоже и матери никогда не согласятся, что дети открыто выражают свое неповиновение. Это тоже касается наших взаимоотношений. Когда дети, что это значит? Это значит, дети говорят, папа, мама, я тебя не буду слушать. Или папа, я тебя не буду слушать. Нет. В данном случае открытое неповиновение всегда должно иметь свое наказание. Обязательно. Потому что сегодня он не послушал меня. Завтра он не послушал учителя. Послезавтра он не послушал босса. Послезавтра или послепослезавтра в конечном счете он будет сам иметь проблему. И я буду, как отец, переживать. Поэтому родители не согласятся, они будут на корню этот вопрос решать. Для того, чтобы... Кроме того, родители вместе будут поддерживать авторитет друг друга. Они будут стараться поддерживать. Если мама говорит нельзя, значит отец тоже скажет нельзя. Он не будет играть с ребенком и говорить, слушай, ну мама так сказала, а я тебе вот так скажу. Нет. Он будет всеми силами поддерживать авторитет матери. Будет все делать для того, чтобы и с другой стороны, и мать тоже, когда видит, что ребенок не слушает отца, она будет стараться поддерживать авторитет. Однажды один брат сказал такие слова своей жене. Говорит, если ты не поддержишь мой авторитет, то твой авторитет долго не устоит. Я считаю, что справедливые слова. Кроме того, родители никогда не согласятся, когда дети говорят плохие слова. Они никогда с этим, они не могут с этим примириться, потому что в своей, в своем лексиконе они тоже сделали решение не употреблять плохих слов. Они хотят, чтобы ни у них не было плохих слов, потому что в Писании неоднократно говорится о том, чтобы с наших уст никогда не выходили такие слова, которые могли бы действительно раздражать. Действительно они могли приносить неблагословение другому человеку, а только доброе в назидание слушающим. Поэтому и слова паразиты тоже, они часто можем слышать, даже те, которые сейчас говорят по-английски. И они говорят I mean. То есть я мыслю, я думаю, я, мое мнение. И он часто употребляет это слово. Вроде бы по-английски говорит, а в то же время он часто употребляет это слово. И это говорит о том, что такой человек мало читает, ему нужно больше читать книги, запас слов повышать. Поэтому папы, они будут приходить к своим детям, они будут читать им рассказы, они будут участвовать в духовном росте своих детей. Они будут обнимать своих детей и девочек, и мальчиков. И они будут их укрывать с любовью, потому что папам обычно нравится укрывать своих детей. Любящие папы, он всегда будет с любовью относиться к своим детям. Он будет благословлять, он будет молиться за них, когда они уезжают. Он будет короткое наставление, но обязательно будет молитва. И с молитвой отправляют то ли на работу, то ли в школу, то ли в садик. Поэтому это большая тема, очень большая тема. И мы многого еще не сказали. Вот, да и за это время невозможно все сказать. Но этого достаточно для того, чтобы каким-то решением прийти и что-то изменить. Итак, дорогие друзья, мы благодарим сестру за стихотворение прекрасное, что она позвонила. Я знаю, что многие слушали нас. Я думаю, эта тема очень полезная. Поэтому благослови вас, Господь, иметь портрет Небесного Отца в сердце своем. И чтобы мы могли уподобляться этому образу. Игорь Антонович, закончите молитву. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты хранишь нас в своей руке. Благодарны Тебе за то, что Ты побуждаешь нас, чтобы мы могли действительно быть подобными. Образу Сына Твоего Иисуса Христа, образу Отца Небесного. Это Ты побуждаешь и говоришь, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Это Ты говоришь о том, чтобы мы были совершены, как совершен Отец наш Небесный. Дай нам в виде Тебя понимать Твое совершенство и в нашей жизни стараться подражать Тебе. Просим Тебя, помоги нам в этом и благослови. Благослови наше взаимоотношение в семье. Благослови взаимоотношение отцов со своими женами. Имеется в виду мужей, женами. И отцов со своими детьми и матерей со своими детьми. И просим Тебя, благослови, чтобы эта погода в доме, она действительно могла быть доброй, чтобы она могла быть с дисциплиной, с любовью. И чтобы она была в общении. Мы просим у Тебя этой милости для каждой семьи, которая сейчас слушает и которая даже не слушает, но они нуждаются в этом. Господи, те, которые сегодня на грани отчаяния, и они не знают, что сделать, дай Господи им услышать Твое слово, придите ко мне все труждающиеся, и я успокою вас. И каждому отцу, и каждой матери, чтобы они могли воззвать к Тебе и получить эту благовременную помощь, которой у Тебя настолько достаточно, что Ты выводишь нас из тупиков даже тогда, когда мы не только даже тогда, а именно тогда, когда мы не можем выйти сами. И мы поэтому просим, благослови, каждого слушающего, тот, который, может быть, скорбит, потерял надежду, потерял, Господи, упование, то мы просим Тебя Духом Святым, дай ему, чтобы он мог надеяться на Тебя, воззвать к Тебе, попросить у Тебя милости, и эта милость, чтобы пришла, и он мог получить благовременную помощь. Мы просим Тебя за больных, просим Тебя за тех, которые в дороге находятся, благослови и милость Твое, а пусть окружает нас, а нам дай подожжать Тебе, как чадо возлюбленное, и за все будь прославлен. Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.